Дорогая Церковь, рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа в этот чудесный летний воскресный день. И мы продолжаем наше совместное изучение всей Церковью Евангелия от Луки. И это большое для нас благословение познавать Христа через Евангелие, глубже познавать Его учения и уроки, извлекать драгоценные для нас. Сегодня наш текст Евангелия от Луки, 6 глава, с 12 по 16 стихи, избрание двенадцати апостолов. Читаем текст. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду, Иаковлева и Иуду, Искариота, который потом сделался предателем. Аминь. Вот такой текст у нас. Конечно, в рамках одной проповеди мы не сможем затронуть биографию, судьбу, характер каждого из двенадцати учеников. Как на примере, как вот месяц назад была проповедь о Матфее, Левии, да, о его избрании, призвании, о его судьбе, два имени, две судьбы, две жизни. И вот эта целая проповедь потребовалась, чтобы углубленно посмотреть на одного из учеников апостолов. Но мы извлечем главные уроки вот из этого события. И первый урок у нас в подготовке самого Иисуса Христа к этому. В двенадцатом стихе мы сразу же прочли, что Иисус взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Интересно, что именно евангелист Лука, который представляет Иисуса Христа как Сына Человеческого, он, как всегда, показывает человечность Иисуса Христа и его нужду в общении с Богом, с Отцом. И именно Лука это отмечает, в отличие от других евангелистов, перед избранием двенадцати апостолов. Вот Иисус проводит всю ночь в молитве к Богу. Это, конечно, величайший урок для нас, для сынов человеческих, последователей Иисуса Христа, учеников Его, как мы нуждаемся в молитве. И чем больше у нас задача предстоит, какое-то переживание, какая-то нужда, какое-то даже, может быть, благословение, которое нас ожидает, как нам нужно молиться больше, углубленнее, чаще, присоединяться в молитве к нуждам других, молиться друг за друга. У меня вот на прошлой неделе было как раз переживание, вернее, ответ удивительный на молитву, когда место, где я работал, оно было под вопросом в связи с повышением аренды помещения, и было большое переживание, как дальше сложится моя дальнейшая рабочая судьба. Но я в чате поделился с братьями, и действительно пришла братская помощь, и советом, и участием, и молитвой, и был чудесный ответ. Так что найден был компромисс, и договор по аренде помещения рабочего был продлен еще на год. Это было для меня огромное благословение и радость вот этой братской поддержки, ощущение вот этой братского плеча, которые готовы поучаствовать вместе. И поэтому действительно урок для нас от самого Христа исходит. Молиться при любой нашей нужде. Чем больше нужда, больше молитвы. Много молитвы, много силы, много благословения. И мы видим, что вот это избрание 12 учеников – это был результат, это был плод молитвенного общения Христа со своим отцом. Потому что в Евангелии от Иоанна, в этой первосвященческой молитве за учеников Христа, мы читаем два интересных стиха. Я не буду их зачитывать полностью, но вот начало 6 стиха. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». Это начало 6 стиха и начало 12. «Когда я был с ними в мире, я сохранял их во имя Твое». Сохранял их во имя Твое. Тех, которых Ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб. Ну, дальше, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Это об Иуде. И действительно, вот это был подарок Небесного Отца, Сыну Своему. И Христос уже дальше занимался этими учениками, учил их, благословлял, воспитывал их, взращивал их, как служителей будущих. И вот действительно, это был ответ избрания. Иисус Христос получил через свою молитвенную жизнь, получил руководство, водительство и благословение на это избрание. Дальше, второй урок, который мы видим в нашем же тексте, это что вот когда настал день, уже после ночной молитвы, он призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Обратите внимание, он собирает учеников. Мы не знаем, сколько всего было тогда учеников, но немало их было, потому что за Христом следовали множество, с учетом того, что он исцелял, изгонял бесов, воскрешал. И, конечно, было сильное свидетельство вокруг. И мы помним, что были потом, впоследствии, избраны 70 учеников, тоже они посланы с определенной миссией. И на самом деле это урок в том, что вообще именно прежде всего последователи Иисуса назывались учениками и оставались учениками. Здесь удивительно то, что вот этот титул апостолы, такое уже полномочное звание, оно не так часто встречается в Евангелиях, может быть, даже в Деяниях побольше. Продолжают чаще всего в Евангелии всех этих 12 апостолов называть учениками евангелисты и сам Христос. Это для нас величайший урок того, что мы должны оставаться учениками в любом статусе, в любой ситуации. Мы учимся, вот как первый урок – молиться всегда, в любой нужде, в любом переживании, в радости. Второй урок – продолжать учиться. И это есть почва, это основание для того, чтобы иметь какое-то служение, иметь благословение, иметь какое-то поручение от Христа, приносить плод для Него и, в конце концов, других учить. Потому что основное получается для этих 12 учеников, ставших апостолами, и не только для них, но и для 70, и для множества других учеников, основное благословение впоследствии стало, что они стали способны учить других, приобретать другие души. Вот как, когда Христос призывал рыбаков, действительно, из апостолов, когда Он еще призывал их стать учениками, Он говорил, сделаю вас ловцами человеков, идите за Мною. И они пошли за Ним, они учились, и это был действительно процесс тяжелый, болезненный, как мы видим в характере, в судьбе учеников, в Евангелиях, в деяниях. Они многому учились, характер перестраивался, они менялись, как, например, Петра Горячего или других двух братьев, которые названы сынами Грома, и вследствие их характера, такого вспыльчивого и гневного во многом. Но, действительно, Господь работал, обтесывал эти камни, эти такие плотские камни. И впоследствии мы читаем в книге Откровения, что, когда Иоанну открылось в конце всей Библии, в конце апокалипсиса этой книги Откровения, что сходил небесный Иерусалим, и основание ворот его, основание стены написано 12 имен апостолов. То есть они действительно вписаны, стали основанием, и Павел говорит, что апостолы стали основанием для церкви, на основании апостолов и пророков, и потом учителя и пастыри дальше строят церковь. И действительно, мы читаем Евангелие от Матфея, завершающие слова, интересное великое поручение для апостолов, для учеников, для всех нас. И приблизившись, Иисус сказал, 28 глава, с 18 стиха Матфея, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот мы видим, как Христос подтверждает свою власть и дает с этой властью поручение научить все народы, уча их соблюдать все, что я повелел. Вот это действительно принцип ученичества. И апостолы действительно, потом биографии, читая каждого апостола, мы видим, что они были рассеяны по всей тогдашней земле. Они приняли в большей части мученическую смерть все, кроме Иуды и кроме Иоанна, который Бог повелел ему прожить долгую жизнь и написать Евангелие, послание, апокалипсис. И действительно, это были верные слуги. И они завоевали весь мир своим ученичеством, своей любовью, своей преданностью Христу. Именно их Иисус использовал как такие благословенные орудия. Это принцип... Христос избрал принцип ученичества. Во 2 Тимофея 2 глава, 2 стих мы читаем этот принцип, когда Павел пишет Тимофею. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот это то, что делал Христос. Он призывал верных людей, учил их с тем, чтобы они были способны учить других. Итак, второй урок из нашего Евангелия от Луки, 6 глава, это ученичество. Это как бы почва для всякого начала служения. Бог действительно призывает на служение учеников, которые готовы учиться, продолжать учиться, оставаться учениками. Называясь апостолами, ученики большей частью продолжали быть, оставаться учениками. Третий урок из нашего текста евангельского от Луки, это что он действительно избрал из учеников и наименовал их апостолами-посланниками. То есть он дал им особое поручение, особый призыв на служение. И об этом мы подробнее уже можем увидеть в других Евангелиях. Есть параллельные тексты, которые говорят более подробно о том, как это было. Если мы откроем Матфея, 10 главу, с самого первого стиха мы сейчас прочтем, но перед этим интересна подготовка. Если Лука говорит о ночной молитве Иисуса перед избранием, то Матфей говорит в конце 9 главы, что Иисус много ходил по городам учениям, по городам-селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства и целая всякую болезнь и немощь в людях. И видя толпы народа, он сжалился над ними, чтобы они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот уже в 10 главе, и призвав, с первого стиха, и призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена следующие. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Мытер, Иаков Алфеев и Ливей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипачек погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Вот здесь Матфей, бывший мытарь Ливий, он более подробно говорит о миссии 12 учеников в израильской среде. Да, это как бы вот, почему даже 12, да, было 12 колен Израиля, да, это как бы вот весь комплект израильского народа, божьего народа. Да, и здесь как бы новая эра начинается, и вот примерно тем же, в принципе, как 12 было колен Израиля, здесь 12 апостолов начинают новую эру, эру проповеди, благодати, и Царствие Божие по-новому открывается. Но именно посланы они, в первую очередь, тогда были для Израиля посланы, для своего народа, да, и Матфей писал свое Евангелие для иудеев, для своего народа. И вот действительно, мы не знаем, о чем и как молился Христос вот в ту ночь перед избранием, как это было в Гефсимане, мы знаем, как он молился. Но вот здесь все-таки есть это указание, потому что перед самим избранием у Матфея сказано, что Иисус сжалился над множеством людей, о которых он так заботился, исцелял, изгонял бесов, учил. И он говорил, что жатвы много, делатели мало, молите, господина, жатвы, выслать делатели. То есть это была его молитва, и он учил уже своих учеников этой молитве. Как бы он получал, уже просил их поддержать его в молитве этой, как было и в Гефсимане, он просил поддержки самых близких учеников. И действительно, эта его молитва исполнилась, Бог дал ему делателей, Бог дал ему учеников, апостолов. И мы видим, что они наделяются удивительными полномочиями, способностями, особой миссией. И мы здесь прочли у Матфея вот эту миссию апостолов. И еще раз весь список уточнили. Мы потом немножко сверим эти три списка. И давайте теперь посмотрим Марка, третья глава. Увидим, как Марк передает это событие. Третья глава с 13 по 19 стихи. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел». Вот здесь интересно отмечается, Иисус дает, по своему желанию избирает. «И пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Обратите внимание, здесь еще уточняется момент, чтобы с ним были. Вот это чтобы рядом были, чтобы это были близкие люди, по сути, друзья, братья. О чем мы чуть-чуть позднее скажем. И мы читаем опять список теперь у Марка. «Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита, Иуду Искариотского, который и предал его». Итак, мы получили из трех Евангелий вот эту общую картину избрания, цель, миссия, задачи, полномочия, власть. И немножко по составу. Вот если сравнить, я для себя так сравнил, вот эти три списка, есть что-то общее, есть различия. Общее интересно, что всегда в этих трех списках, хотя в чем-то они различаются по именам. Первый всегда Симон Петр, и он назван Симон, который был назван Петром во всех трех Евангелиях. Вот это первенство, лидерство, получается, сразу же в самом избрании определен лидер, хотя он, может быть, ничем не выделялся лучше из апостолов, но по избранию вот этот лидер был дан. Бог через Иисуса Христа вот занялся особым образом Симоном, чтобы сделать его Петром, чтобы сделать его тем, который бы повел других за собою. И еще в этих трех списках одинаково то, что в последнем стоит Иуда. Об Иуде мне больше всего, о ком, наверное, трудно говорить, это действительно об Иуде, потому что это величайшая тайна, и я понял, что у меня нет ответа. Каким образом был избран Иуда действительно как друг Христа, как тот, который стал близким учеником, апостолом, имеющим эти полномочия, и тем не менее предатель. И это еще более трудно соединить, зная, что Иисус знал все, что в человеке. А на Фанаиле сказано, вот израильтянец, в котором нет лукавства, и он знал все, что в человеке. И Петру, когда тот сказал, да я за тебя умру, и вот в ревности своей, в желании быть верным Христу, и Христос говорит, что не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. Он знает время, место и час, и каким образом произойдет отречение. И, конечно, вот эта великая тайна, может быть, даже вот эта ночная молитва Христа, это была маленькая гефсимания. Часть этой молитвы была как раз гефсимания, потому что Христу пришлось с самого начала взять на себя вот это время человека, который был невеян. И пронести это на протяжении всего служения. Мы знаем, у апостола Павла это была всегда проблема, он называл это жалом плоти часто, хотя это и болезни часто могли быть, но чаще всего жалом в плоти у Павла. Он не боялся болезни и переживаний, потому что он просто отдавал всего себя, и сколько побоев, и до смерти побиваем камнями, палками. Но вот самая большая боль у Павла была, это неверный рядом служитель, человек, который говорил не то, и который мешал служению. И может быть, но это просто мое переживание такое, вот вследствие того, что у меня нет ответа до конца об Иуде, что действительно это была боль, боль Иисуса, и особенно, конечно, боль в конце, когда он называет его другом, для чего ты пришел, и Иуда предает. И, по сути, это урок для нас, потому что и мы переживаем иногда предательство, переживаем какое-то отречение от нас, пренебрежение нами. Просто Иисус все перенес, искушен во всем, для того, чтобы мы это тоже, переживая, получили помощь от Него, поддержку, утешение и защиту. Это я просто немножко об Иуде сказал. В списках он всегда значился последним, и обязательно о нем сказано, что он сделался предателем. С самого начала, вот, как бы, характеристика его. Интересно, что он и географически отличался от других учеников. Он был, Симон Искариот, из Кариота, из места в Иудее, в то время как все другие апостолы были из Галилеи. И если говорить еще об особенностях, вот, двенадцати этого комплекта, этого состава, характеристика вот всех учеников, то интересно, что действительно дважды он избирает родных братьев, Симона и Андрея, хотя Андрей Первый приходит, Андрей Первозванный, да, назван, он приводит Симона, но Симон становится все-таки первым в списке апостолов, первым по своей, может быть, значимости, по избранию. И еще Иаков и Иоанн, из Завидеевы, сыны Грома, с их, может быть, таким характером нелегким. И то, что дважды, по два брата, вот, были призваны. Таким образом, Христос, я думаю, почтил, во-первых, родственные отношения, что действительно можно вместе служить Господу в радости родным братьям. И, с другой стороны, я думаю, это было основанием того, что внутри двенадцати отношения должны быть братскими. То есть это был, как бы, ориентир, что вот есть родные братья, и вот все двенадцать, он их постоянно призвал к любви, к братской любви, к вот такой дружбе. Об этом мы скажем чуть позже. И еще можно отметить здесь уже по именам, что вот Варфоломей здесь вместе с Филиппом дважды он упоминается. Так вот, Филипп привел Нафанаила. Вот, возможно, это именно Нафанаил. И здесь вот, хотя он трижды назван Варфоломеем, но мы знаем историю Нафанаила, которого привел Филипп. Часто вот бывали разные имена вот у разных апостолов, у одних и тех же апостолов разные имена. Как, например, Левий Фаддей. У Матфея он Левий Фаддей, у Марка просто Фаддей, а у Луки он как раз назван Иудой Иаковлевым. Это тот Иуда, который, возможно, написал послание Иуда, которое мы читаем в Новом Завете. И еще про, можно сказать, ну, мы много говорили о Матфее Мытаре, просто я хотел отметить, тогда я это не договорил, что именно евангелист Матфей, он в списке апостолов, призвание, избрание, которое мы прочли, он называет Матфея Мытарем. То есть он подписывается и говорит, я Мытарь. Вот он сам пишет это Евангелие, 12 учеников, и он подписывает, вот делает свою роспись. Он не забывает свое прошлое. Вот интересно, психология говорит, надо забыть свое прошлое, стереть и жить по-новому, и тогда все будет хорошо. Но мы знаем, что Матфей помнил о своем мытарстве, своей старой жизни. Мы знаем, что Павел помнил, что он был гонитель, обидчик и хулитель, и часто это упоминал в посланиях, что и называл себя наибольшим грешником, наименьшим из апостолов. Действительно, вот это вот помнить, откуда Бог нас призвал, это важно, это ценно, это благословение для нас. И еще одна личность, противовес Матфею Мытарю, это Симон Зелот, Симон Канонит по своему происхождению, Канны Галилейской. А вот в Луке он назван как раз Симоном Зелот. Азелот – это была такая партия революционеров, партия революционеров, которые намеревались свергнуть римское правительство, и всяческими силами они придумывали какие-то способы, и порой незаконные, чтобы это осуществить. В любом случае, в них таилась ненависть к Римской империи и ко всем, кто служит. Это как раз противовес Матфею Мытарю, Левию Мытарю, который был на службе римского правительства как сборщик налогов. Но об этом мы чуть-чуть скажем чуть позже. Итак, мы просто вкратце вот упомянули эти 12, чтобы мы увидели какие-то разночтения или, наоборот, схожесть в этом. И еще, что важно отметить, может быть, так, четвертый пункт – это Иоанна, 15 глава, с 15 по 17 стихи. Давайте прочтем. И здесь у нас интересные есть слова Христа с 15 по 17 стихи. И это такая характеристика учеников, характеристика этих 12, данная Христом. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил, чтобы вы шли, и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, да вы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. И это заповедую вам. Да любите друг друга». Посмотрите, как интересно. Здесь по-другому, немножко в другой плоскости Христос говорит миссию их, чтобы они шли, что напоминает, что они избраны, приносить плод. Но здесь он как-то более нежно, ласково, он говорит «Вы друзья мои, вы друзья, любите друг друга». И вот это, конечно, поразительное заявление Иисуса Христа. И действительно, вот, опять же, Лука представляет нам Иисуса Христа часто как сына человечества, который нуждается в молитве, постоянно нуждается в молитвенной поддержке, водительстве, наставничестве Отца Небесного, как человек. Ну, вот, обобщая эту тему дружества, вот это дружелюбие совместного, братского с учениками, мы понимаем, что Иисус тоже как человек нуждался, чтобы рядом с Ним были друзья, чтобы вместе помолиться, вместе поделиться. Он говорит «Я вам раскрываю тайны Отца, и вы мне друзья». То есть, я открываю свое сердце, я вам открываю тайны Царства Небесного, тайны Отца Моего Небесного. Ну, и вы, друзья мои, мы помним Гессимани, действительно, он жаждал этой поддержки рядом молитвенной. И часто он в самые трудные, ответственные моменты в своего служения он брал учеников троих, четверых, еще кого-то, не всех даже, двенадцать. Но, действительно, мы видим, опять же, урок для нас, урок дружбы, что, действительно, Бог хочет, чтобы мы дружили, чтобы между нами были дружеские отношения, теплые, братские, пусть не со всей Церковью сразу, но чтобы обязательно у нас были несколько человек самых близких, с которыми можно поделиться, разделить боль, печаль, радость, обсудить что-то, тайны Божьи действительно раскрывать снова и снова для себя. И не случайно, возвращаясь к нашему списку, мы говорили, что дважды два брата родных избранные. Но удивительно, что, особенно у Матфея и у Луки, весь список, список двенадцати апостолов, он парами строится. Это вот как ученики выводятся иногда в старое советское время, на перемену парами выходили, за руки держались. Вот мы видим этот список, как будто они выходят парами, чтобы показать, что это один класс, что это одна команда, что это вот это друзья, это братья. Вот подобно родным братьям две пары есть. А тут все они должны быть в таком единстве, в близости, в взаимной поддержке. И потом они посланы, мы знаем, и двенадцать, и семьдесят, они посланы по двое, да, по городам ходить, исцелять, учить, исполнять эту миссию. Действительно, это дружба, просто урок дружбы мы видим. Пятый урок из нашей темы избрания по Ивану Геотлуки, это тоже, если обобщить характеристику, вкратце, всех двенадцати, мы можем заметить, что это были простые люди, незнатные, необразованные, не какие-то, которые имели вот какие-то предпосылки особые для служения в плане значимости их ума, знатности их положения. Давайте прочтем уже книгу «Деяния», четвертая глава, тринадцатый стих. Здесь удивительная характеристика в одном стихе, но удивительная характеристика, по сути, всех двенадцати апостолов. На примере Петра и Иоанна, видя смелость Петра и Иоанна, это уже после, да, после Дня Пятидесятницы, это облеченные тоже дополнительной силой Духа Святого, но суть вот эта показана интересно. И приметивши, то есть это люди, которые запрещали им проповедовать даже, противодействовали им, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вот эта удивительная характеристика, это вызов нам, благословение нам, утешение и поддержка, будучи, может быть, мы незнатные, ничего незначащее в этом мире. Павел впоследствии в послании к Арифтам скажет, а тайне избрания очень много, и мы сейчас не будем зачитывать полностью этот текст, где он говорит, что Бог избрал ничего незначащее, незнатное, не сильное, не образованное этого мира, чтобы посрамить мудрое и сильное, чтобы явить свою славу, благодать, чтобы показать, что Его силой, Его мудростью, Его властью все это делается, что действительно Иисус Христос сделался для нас и премудростью, и праведностью, и освящением, и вот всем, чем можно только, что только можно иметь для служения, для жизни, все от Христа. И вот здесь действительно можно было приметить на примере апостолов, что это люди не книжные, простые, и они достойны удивления, потому что они обладали силой помогать, исцелять, воскрешать, обладали большим благословением, имели власть говорить с силою, с властью, с силой Духа Святого, убеждать людей, приводить их к покаянию. Мы знаем первые проповеди, сильнейшие, и как много покаялось людей. И действительно это достойно удивления и восхваления Бога, и узнавали, что они были с Иисусом. Помните, мы в одном из Евангелий прочти, Иисус избрал их, чтобы они были с Ним. Это одна из целей была, вот эта дружба с Иисусом, это близость и, по сути, отражение от Него, вот этой славы, этого благословения самого Христа. И это произошло впоследствии так, что люди узнавали, что они были с Иисусом. Это было узнавание. И дал бы Господь нам, чтобы мы держались Иисуса Христа, чтобы мы были действительно так настроены на Иисуса Христа, взирали на Него, на Его славу, чтобы и о нас могли сказать. Они были с Иисусом. Пусть не простые, не знатные, ничего не значащие в этом мире, по меркам этого мира, который ценит красоту, богатство, власть, силу и так далее. Пусть нас Господь в этом благословит. Стали друзьями Иисуса простые люди. И еще вот шестой пункт можно отметить. Это как раз мы возвращаемся к мытарю Мартфею и Симону Зилоту. Здесь хотелось бы отметить это отдельным пунктом. Вот это удивительное единство противоположностей в данном случае. Просто это удивительно, как были примирены, действительно, обрели мир с Богом и друг с другом. Два человека, совершенно кардинально разных по своему настрою, по своему характеру, по своей судьбе. Значит, мы уже много говорили о Матфее Мытаре, который продался римским властям, собирал налоги со своего народа, был презираем ему, был закрыт доступ в синагогу. Он был в презрении, но это был его выбор, это его была судьба, того Левия, да, судьба Левия, судьба Матфея, благословенная судьба верного слуги Божия. И вот Симон Зилот, Симон Зилот, который был против римской власти, который всю свою жизнь до этого посвятил на разрушение римского гнета, и каким-то образом собирался это осуществить, в любом случае, как мы знаем историю, у него была огромная ненависть как раз к мытарям, которые были просто предателями для него и которых он просто ненавидел лютой ненавистью. И удивительным образом они в числе двенадцати оказались, в числе друзей Иисуса, в числе братского благословения. Вот это единение, которое Иисус им заповедал, мы читали уже, да любите друг друга, вы друзья мои. И давайте прочтем в этом контексте Евангелие от Иоанна, тринадцатую главу, это вечеря, Сисус, тайная вечеря, и вот эти последние слова Христа увещевания, и урок, удивительный урок, который дает Христос, омывая ноги ученикам, и говоря, что вы также должны делать, и мы просто прочтем из этой тринадцатой главы только два стиха четыртой и тридцать пятой. «Заповедь новую даю вам – долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Еще раз напомню, тайная вечеря, Христос омывает ноги, и я как-то сам, когда вникаю в это, я вообще поражаюсь. Вот так Петр говорит, не умоешь ног моих. Иисус говорит, не будешь иметь со мной части, вы должны делать то же самое. И мы часто на вечере читаем, конечно, тексты с Каримфином, и предупреждение, как участвовать достойно, и благословение, что мы вспоминаем смерть Христа. Но Петр Павел говорит, что в ту ночь, в которую он предан был, да, вот когда и предательство в контексте еще и Иуда произошло, боль для всех общая, потому что это и для Христа боль, и недоумение учеников тут же выразилось. И вот этот урок Иисуса, мыть ноги друг к другу, я думаю, вечера всякий раз должна нас возвращать к этому тоже. То есть всякий раз, вот через неделю у нас хлебопреломление, это опять вспомнить, как мы любим Иисуса, что Он сделал для нас, как Он любит нас, и проверка, тест, как бы ресет, перепроверка, перезагрузка, как мы любим братьев, и как мы любим разных братьев, потому что вот это мой шестой урок из этих 12 апостолов, их избрания, что разные люди, совершенно разные, но учатся примирению, учатся пониманию, учатся единству, учатся быть в одной команде, посвятить себя единой цели, верности Христу, отдать свою жизнь. Мы читали уже о мыторе Матфея, который прошел с благовестием много стран и в итоге был замучен и наказнен, даже до конца неизвестно, там два, две версии, где он был казнен, в каких местах. Но вот о Симоне Зелоте точнее сказано, вроде как предание в одном сходится, что он был перепилен пилой заживо на Черноморском побережье Кавказа. Ну вот здесь как бы суходится в одной версии. Вот, и просто тут урок какой, что действительно эти два человека со своей разной прошлой судьбой, с разным мнением относительно правительства, относительно политики, относительно своей, как бы, участи вот в этой ситуации в стране, когда эти люди забыли свое прошлое, они отдались Христу, они оказались в одной команде. Это сейчас так актуально в связи с событиями на Украине, когда мы читаем, слышим, видим иногда и переживаем больно. И в нашей Церкви это иногда касается, когда есть разномыслие, и не только разномыслие, которым надлежит быть, но есть разногласия, которые являются грехом плоти, как в посланиях четко определено. Как хочется умолять именем Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа, умолять всех братьев и сестер, вот оставить эти споры, оставить эту разноголосицу, оставить эти мнения политические и так далее, может быть, перестать слышать как раз эти голоса, которые культивируют порой ненависть и такое отношение. И да поможет нам Господь вот просто действительно смириться, просто поступать, просто хочется умолять друг друга, нас всех, чтобы мы поступали достойно нашего звания и избрания, учеников Иисуса Христа, которые призваны к любви, призваны действительно мыть ноги друг другу, а не просто еще чего-то доказывать или даже отворачиваться от брата и сестры. И это поможет нам Господь, потому что это вот было знамя учеников Иисуса Христа. Помните, в книге «Песни песней» есть удивительные слова «Знамя Его надо мной, любовь». Так вот, под призывом Христа ученики шли под знаменем любви, потому что это было их свидетельство, как мы прошли в последнем тексте, «Потому знают, что вы, ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот это признак был, это характеристики, это атмосфера. И это когда Христос собирал, Он постоянно их умолял, любите друг друга, прощайте друг друга, снисходите, будьте слугами, не доказывайте, не переубеждайте, не учите, а смиряйтесь сами. Конечно, это важнейший урок, я думаю, сейчас самый актуальный для нас. И пусть нас Господь благословит, быть примирителями, действительно, примиренными Богом, примирителями для других, нести этот мир, искать тому, что служит к миру, к взаимному назиданию, если мы имеем какие-то возможности в чатах, в каких-то средствах, что мы несли только мир, несли только любовь, прощение и милость. И вот этот урок, давайте запомним, мытарь Левий и Симон Зелот, и вот в одной команде, и одна, теперь у них одна судьба, теперь у них одна жизнь, это Христос, это Евангелие, это Царствие Божие, и верность до конца, до самой смерти, верность до смерти, готовность, желание и радость отдать жизнь за Христа, не за какие-то другие принципы, за Христа. И это подвело нас к заключению, к последнему седьмому пункту, о чём тоже хочется сказать, о том, что все двенадцать, вот за исключением Иуды, который по какому-то удивительному предназначению оказался предателем, до конца мы эту тайну, наверное, в вечности только поймём, от избрания Христа до предательства Иуды. Но вот то, что Иисус, как мы прочли с самого начала, когда Он молился всю ночь, и Он избрал потом днём по указанию Отца, как дал Отец, да, в первосвященнической молитве мы прочли, что Ему даны Отцом ученики, и хочется в заключение прочесть один стих из этого же Евангелия от Иоанна. 17 глава, теперь 1, 24 стих. Я как-то его уже, говоря о Матфеи, упомянул, но это то, что относится ко всем апостолам, за исключением Иуды. «Отче, которых Ты дал мне, 24 стих, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира, вот Он молится, они их постоянно, да будут едины, опять же, да, вот то, о чём мы говорили, чтобы они были едины, как отец и сын, как вот Он их возлюбил, чтобы любили, пребывали в любви Божьей, сохраняли себя в любви Божьей. И конечная цель, которых Ты дал мне, чтобы там, где я, и они были, основная, действительно, мы идём ко Христу, мы избраны им для Него, чтобы быть с Ним здесь на земле, чтобы исполнять дела Божьи здесь на земле, быть слугами друг другу, в этом мире служения иметь, приносить плод, славить Бога Христа. И конечная цель, чтобы быть со Христом, видеть славу, которую дана Христу, которую возлюбил Христа Отец прежде основания мира, Христос имеет цель разделить эту славу с нами, да, Он приготовил место, и ученикам сказал, я иду приготовить место вам. Поэтому вот это основное благословение и цель, куда мы идём, для чего мы живём, это суть нашего призвания, чтобы мы действительно были со Христом, и здесь жили, и вечно разделились с Ним. Я в заключение напомню кратко эти уроки из избрания 12 апостолов, что мы призваны постоянно молиться, нуждаться в Отце Небесном, нуждаться в Божьем водительстве, благословении, пребывать в молитве, поддерживать других в молитве. Мы призваны, как и апостолы из учеников, продолжать оставаться учениками, постоянно учиться, учиться из Писания, учиться, слушая других, через наставничество, через ученичество, и иметь способность других учить дальше. Мы избраны для служения, чтобы действительно быть слугами и исполнять своё служение в церкви. Каждый из нас, никто из нас не может сказать, что он без служения. Каждого Господь призвал, и какими бы мы ни были, простыми, незнатными, действительно, о чём мы говорили, Господь каждому даёт служение, призывает нас и благословляет нас. Четвёртый урок. Мы напомнили, что мы названы даже друзьями Иисуса. То есть, Христос приблизил нас к Себе, и в другом месте Он говорит, братьями их называет. И эта близость к Иисусу должна также воодушевлять нас и радовать. И ещё урок мы помним, что мы простые люди, но Бог даёт нам такую власть, благословение, чтобы нас узнавали, что мы с Иисусом, что мы имеем это благословение. Мы разные, действительно, в этой разности давайте искать единство, искать единство по учению Иисуса Христа, по Его избранию, действительно, по Его сути любви, потому что знамя Его над нами – это любовь. И последнее воодушевление, что Бог нас хранит. Он хранит нас до конца. Он не избавляет нас от болезней, от каких-то переживаний, потерь, и даже, может быть, от мученической смерти за Христа. Но Он хранит нас для вечности, для Своей славы, чтобы сделать нас там, жемчужинами в Своём Царстве. И это радость для нас, и слава, и благословение. Пусть нас Господь в этом благословит, а Ему слава за всё. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарны Тебе за Евангелие, за жизнь Христа, за Его учения, за вот этот эпизод с избранием двенадцати апостолов из учеников Христа. И благодарим за эти уроки, что Ты когда-то дал нам урок молитвы, Господь, чтобы нам пребывать в молитве, нуждаться в Тебе и получать благословение на всякое дело, на всякую нужду, Господь, на всякое предприятие, чтобы мы искали Твоего руководства, помощи, защиты, благословения. Помоги нам быть учениками Иисуса Христа. Из этого множества каждого из нас Ты благословил быть учеником. И даруй нам быть верными учениками, учиться, продолжать учиться, быть готовым к любому избранию, куда Ты нас пошлёшь, где нас будешь использовать и как. Но продолжать учиться и находить других учеников, учить других. Помоги, дай мудрости в этом благословении. Помоги нам. И самое главное, вот, между собой сохранять эту любовь, Господь. Любовь, как Ты заповедал нас, как Ты постоянно умолял, увещевал, заповедал ученикам. Дай нам сохранять эту любовь, особенно в это тревожное время, такое лукавое время, такое время с военными слухами, с постоянными, которые смущают людей, которые приводят в замешательство и приводят к разногласиям, спорам, обидам, огорчениям, ссорам. Господи, сохрани нас. Помилуй, дай нам сохранять себя в любви Твоей, ожидая милости от Тебя. И чтобы нам действительно быть миротворцами, чтобы пребывать в любви и в конечном счете быть с Тобой в вечной славе. Благословение Твое досопровождает нас во все дни нашей жизни и до самой вечности. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok